Приветствую вас. Давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Значит, смотрите. Я всегда делала по жизни то, что хочу, радовалась жизни, максимально справлялась с трудностью. Сегодня я была сама, приехала в другую страну, закончила хороший университет. Что мы здесь видим? Здесь мы видим у вас довольно четкую жизненную позицию. Здесь мы видим самостоятельность, здесь мы видим, возможно, следование каким-то внешним ориентиром. И, вернее, думается, что такое поведение, купе, с тем, что вы им, значит, 24 года уже замыли. Вот как мне думается, это все-таки следование определенному такому плану. То есть я тут, конечно, не могу быть уверенным на сто процентов, но думается мне, что вот что-то такое вполне может быть. Если это действительно так, то тогда тот план, который вы выбрали, он, получается, был всегда, ну не совсем, может быть, вашим, он всегда был. Может быть, не совсем, что вам приходил. Или, может быть, может быть, я не говорю, что это обязательно так, но, может быть, вы, может быть, вы, значит, пытались кому-то что-то доказать. Ну вот, через подобное поведение. Дальше. Значит, сейчас закончил хорошие университеты. То есть, видимо, не один университет вы закончили. Видимо, это было несколько университетов. Вот, у вас несколько образований. И, соответственно, вы не работали. То есть, я, конечно, понимаю, что есть вещи, о которых вам, вероятно, не хотелось бы говорить. Но для выяснения всех тонкостей о них нужно говорить. Что это за вещь? Вот, значит, как вы смогли учиться, как вы смогли получить несколько образований, тем более в другой стране, не работали. На мой взгляд, это важно, потому что, ну, совершенно очевидно, да, что нужны средства, и совершенно очевидно, что эти средства у вас были. Но вот способ получения этих средств, именно способ получения этих средств, на мой взгляд, остается невыясненным. И картина вашей жизни остается неполной. То есть, вы не работали, но получили образование в другой стране, сами переехали в другую страну, что, в общем-то, здорово и хорошо. Потому что, ну, это говорит о том, что вы человек достаточно целеустремленный. Вот, только вопрос заключается в том, на самом деле, что из себя представляет эта самая целеустремленная. Так? То есть, ну, что она из себя представляет? Как она проявляется, этот целеустремленный? Что за ней, какие за ней стоят, может быть, мотивы, может быть, желания ваши и так далее. Дальше. Мне 24. Я замужем за своим бывшим одноклассником. Причите вы. Опять же. Поскольку ситуация сложилась так, как сложилась, то есть, ну, что вы влюбились в другого мужчину, да, и он, этот мужчина старше вас. На определенное количество лет. Но я полагаю, что с бывшим одноклассником все не так гладко. То есть, я хочу вам сказать, что бывший одноклассник, вполне вероятно, не является тем, кого вы любите или любили изначально. И это, конечно, тоже довольно важный момент. То есть, если вы выбрали человека, ну, себе в мужья, который вам не совсем подходит по чувствам, то значит, вами что-то двигало. Вопрос в том, что именно вами двигало. Понимаете? Понимаете? Вопрос в том, почему вами это двигало? Ведь человек явно вам, ну, не совсем подходит. Что-то заставляло вас с ним быть. И здесь мы подходим напрямую к идее правильности в отношении. То есть, что есть идея правильности. Это то, как, например, я должна правильно поступать. Ну, допустим. 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 Конечно, ага. Что есть правильно поступать и что есть неправильно, это вопрос. Да? Который требует как бы отдельного рассмотрения. Но то, как вы, значит, тебя позиционируете, позволяет мне говорить о возможном, еще раз повторяю, возможном, необязательно возможном, следовании правильному поведению. Именно правильному. С какой только точки зрения, вот, не совсем понятно. Дальше вы пишите следующее. В моей жизни появился мужчина старше меня и с ребенком, с очень занятым образом жизни и тяжелым разводом за плечами. Я в него влюбилась. Хотела проводить с ним как можно больше времени и много общаться. Здесь, конечно, очень важный момент. В жизни появилось что-то, чего вы, скорее всего, не ожидали. То есть, появился мужчина, вы в него влюбились. Сейчас вопрос. А любили ли вы тогда своего мужа, ну, если влюбились в этого человека, в этого товарища? Ну, любили ли вы своего мужа и какие у вас отношения? Зачем он вам тогда, ваш муж, если вы, ну, если вот так все происходит, да? Такая история, ну, возникает, да? Именно с вами. То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, здесь нужно подумать именно об этом. То есть, вот именно об отношениях с мужем. С вашим мужем. Это, пожалуй, здесь важно. То есть, как вы с ним сошлись. Что заставило вас с ним сойтись. И так далее. Это важно. Мужчина с ребенком и так далее. Опять же, важно отношение к этому у вас. То есть, вы говорите, что я хотел с ним проводить больше времени. Но как вы могли проводить с ним больше времени, если у вас уже был муж? Как вы это планировали с себе и так далее? Понимаете, да? То есть, почему вы не развелись со своим мужем до сих пор? Если понимаете, что не любите его, например, это было бы справедливо по отношению к нему, потому что, ну, как минимум, если вы влюбились в другого, значит, мужа вы не любите. Тем более, вы говорите, что вам не хватает от него внимания. Вы продолжаете, что вы, ну, в определенной степени, да, его терпите. Терпите его отношение к себе. Он держал меня на расстоянии и открыто мне говорил, что пока что не может мне дать то, чего я хочу. Сказал, что меняться не будет, если я хочу быть с ним, то надо все принять так, как оно есть. Здесь тоже интересный момент. Мужчина, вроде бы, да, с вами честен и откровенен. Но, он говорит, что вы должны принять то, как, ну, все так, как есть. Хорошо. Может быть, может быть, вы и должны принять все, как есть, но что именно вы должны принять, как есть, для меня остается загаска. Потому что я, например, не увидел здесь каких-то, ну, каких-то, знаете, откровенно негативных моментов для вас. Вот именно конкретно негативных моментов для вас я не увидел здесь. То есть, может быть, может быть, ну, какие-то моменты, может быть, были, да, то есть что-то вам, может быть, вероятно, не нравилось. Могло, могло не нравиться, может, может не нравиться. Допускаем это, вполне. Но, что именно? То есть, как бы... Значит, он, соответственно, свободен. Да, у него, там, ну, тяжелый, тяжелый развод. Да, у него тяжелый развод. Это так. Но непонятно, как и почему этот тяжелый развод, ну, может, может, должен был стать для вас какой-то преграмой. Понимаете? Понимаете? То есть здесь вот есть такие, на мой взгляд, моменты, да, которые требуется прояснить. Потому что пока непонятно, к чему именно вы должны были привыкать и что именно должны были вы принять. Так, может быть, конечно, вы чего-то не дописали, полностью не раскрыли, но мне кажется так. Дальше. Я пыталась изменить себя и свое отношение к отношениям. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что пытались изменить свое отношение к отношениям, да? То есть вы пытались меняться ради человека. Вы же понимаете, наверное, наверное, понимаете, ну, я надеюсь, что понимаете, что это, ну, вот подобное такое, поведение, не является любовью. То есть мужчина, он вас, как бы, отказался принимать. Вследствие чего для вас стало необходимым, да, меняться. И мне представляется важным то, как вы сами воспринимаете факт того, что вы пытались меняться. То есть вы были готовы на все условия, вы были готовы на... Ну, я не знаю, да, вы были готовы на все, а лишь бы человек вас принял бы. Так получается. Но почему? Почему так? В чем вы, ну, в чем вы нуждались именно в этот момент? Я не говорю о том, я не говорю о том, что вы делали дальше, я не говорю о том, что вы прочитали, я не говорю о том, как вы восприняли то, что вам дала литература там и так далее, вот. Об этом я не говорю, да, ну, как бы, это в данном случае не так важно, но вот. Меня интересует именно вот тогда, ради чего вы это делали? Зачем вы это делали? Чего вы хотели добиться этим? И самое главное, да, когда вы начали меняться, какая была роль у всего этого, ну, во всем этом, да, какая была роль... А дошего мужа... То есть муж, он ведь... Он ведь в семье участвовал. Он... И я полагаю, что это тоже такой очень важный аспект понимания. То есть какое место вы во всем этом отводили мужу? Считали ли вы его, например, виноватым в том, что произошло? Ну, то есть, что это он, да, ответственен за то, что вы, грубо говоря, вот, другого мужчину встретили? И так далее. Или нет. Здесь вот такой важный аспект. Идем дальше. 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 не было у вас. Мужчина, он никогда не был вашим. И, соответственно, потерять его вы не могли никак. Это очевидно. Поэтому здесь даже дело не в страхе и не в нем, а в том, что он вам давал. Возможно, он вам дал наконец-то чувство защищенности. Возможно, он вам дал наконец-то чувство снятия ответственности. То есть вы не хотели и не хотите, скорее всего, нести ответственность за себя. Ну, как вы это делаете, да? Вот. И он дал вам это. То есть он избавил вас от необходимости нести на себя ответственность. О чем это говорит, да? Во-первых, о том, что ваши личные границы были простроены не совсем правильно. То есть они не обеспечивали вам чувство безопасности. Они не обеспечивали вам ощущение безопасности. Это значит, что само понимание вреда и пользы у вас как таковое отсутствует. Это первое. Второе. Возникает вопрос, насколько вы искренне в плане простроения своей модели поведения, ну, женской происходит, так вот, как вы, грубо говоря, воспринимаете себя, ну, будучи женщиной, да? То есть какая вы женщина, вот. На мой взгляд, это важно. На мой взгляд, это очень важно, потому что напрямую касается того, как вы себя позиционируете, значит, с мужчинами. И насколько успешно вы ведете с ними, ну, контакт, диалог, ну, вот так. То есть если вы, например, со своим мужчиной, вот, который у вас сейчас не являетесь собой, а, ну, это прозвучит, может быть, немножко, это прозвучит, может быть, немножко грубо, но, как бы, представляете ему иллюзию себя. То нет ничего удивительного, что мужчина другой в итоге вас впечатлил больше, потому что вы увидели для себя возможность быть с ним, ну, более естественной. Может быть, более, более спонтанной. Пусть это в данном случае нормально. Так, значит, соответственно, вам необходимо в таком случае менять модель его женского поведения и смотреть, а какая вы женщина по натуре, определять это, и какой женщиной вы вынуждены быть в реальной жизни. Дальше. В итоге он расстался со мной сам с формулировкой до его возвращения из командировки. Знаете, здесь у меня есть такие немного смутные подозрения о том, что мужчина с вами не расставался, он просто не допустил того, чтобы между вами что-то получилось. Да, что-то началось, он просто не допустил это, и вы это в вашем, скорее всего, в вашем сознании, в вашем представлении мужчина с вами расставался. Ну, потому что для вас он был важен. В действительности мне видится все же именно так, что человек просто не допустил наличия определенных последствий, не допустил развития отношений. Так, как ему, например, было бы неприятно. Я полагаю, что это более такая правдивая ситуация. То есть вы здесь были в позиции ребенка, а он в позиции родителей. Значит, обещал увидеться до объезда в трехмесячную командировку, но ничего не написал. Осталось очень много недоговоренностей. Скорее всего, скорее всего, эти недоговоренности, они с вашей стороны. То есть не с его стороны, а с вашей. И я полагаю, что если вы хотите сделать так, чтобы на вас не влияло наличие этих недоговоренностей, если вы хотите, чтобы на вас это не влияло, то эти недоговоренности имеют смысл проработать. То есть обсудить, проанализировать, выработать, ну, такое адекватное отношение, если можно так выразиться, для того, чтобы вы могли в этом чувствовать себя, ну, то есть чувствовать, что все как бы выяснено, что все понятно, все ясно, все предельно ясно. Опять же, увидев при этом, если что-то вам, например, мешало принять реальность такой, какая она есть. Дальше, значит, я подозреваю, что у него появился кто-то другой. Здесь у нас ревность. Это классическое, к сожалению, классическое появление ревности. Ну, когда человек, например, вроде вас, боится, допустим, остаться один, или когда человек проецирует на себя то, что делает другой, либо когда человек не чувствует собственной значимости в полной мере, то есть, ну, не чувствует человека, что он значим сколько-нибудь серьезно. Ревность, она всегда имеет под собой именно такие причины и такие основания. Дальше, ну, значит, другой голос говорит мне, что он всегда был предельно четвертым со мной, он бы и тут четвертым сказал бы, что у него есть кто-то другой. Вот, попробуйте для себя увидеть, что за голос говорил вам и что у него появился кто-то другой. Что это был за голос? Кто пытался вам внушить, что у него появился кто-то еще? Это очень важно. Это очень важно. Это очень важно. Потому что, скорее всего, скорее всего, голос, который, ну, вот, который звучал в вашем сознании, этот голос, он звучит у вас и, ну, в другое время, не только в этот момент. А это значит, что данный голос вас избивает с пути, по которому вы идете, и, скорее всего, этот голос источник ваших сомнений настоящих в себе. И этот голос, скорее всего, подстрекает вас на какие-то действия, которые вы никогда бы не сделали, если бы находились, грубо говоря, ну, с этим голосом в гармонии. с собой. То есть, что это за голос? Это же не простой голос. Он же не мог взяться ниоткуда. Правильно? Скорее всего, у этого голоса есть, значит, лицо, у этого голоса, есть фигура, у этого голоса есть носитель, у этого голоса есть цель какая-то, основа капроны. Этот голос к вам обращается. все это тоже нужно разобрать. Ну, по крайней мере, желательно. Это желательно надо добрать. Вот. Дальше идем. Так. Итог всего этого то, что я начал работать над собой, ходить к ментальному коучу, читать много литературы духовной по саморазвитию. Скажите, пожалуйста, мне, что это за литература? Ну, то есть, что она из себя представляет? Вы говорите, что это духовная литература, духовное развитие. Духовное развитие – это как? Вы, например, не сказали о том, что речь идет именно о какой-то психологической литературе. Вы сказали, что это духовная литература, значит, имеет ли она отношение к психологии, имеет ли она отношение к научному самопознанию. Одно раз. Два. Вы совершили, на мой взгляд, классическую ошибку, когда у человека есть проблемы, ему нельзя читать литературу подобного плана. Человек может только лишь обратиться к психологу, например, за помощью, но не читать литературу, потому что литература пишется не для клиентов. Литература пишется для профессионалов, либо тех, кто просто любопытствует, ну, либо для студентов. Ни в коем случае не для клиентов. Вы это сделали, я вас понимаю, я не виню вас ни в коем случае. Но хочу просто сказать, что ничего удивительного, что вам это не помогло, нет. Далее вы говорите о том, что все это сделало вас той, какая вы есть. Это рождает сразу вопрос, а какая вы есть. Ну, то есть, вот, вы были одной, а сейчас впереди вы стали другой. Так какая вы есть. Этот метод называется отпускать, в котором ты разрешаешь эмоции или чувства быть, а потом отпускаешь, и мне стало только хуже. Ну, опять же, можно предположить, что вы отпустили, да, вы отпустили. Можно предположить, что вы, ну, сказали, что, например, это так, и это так должно быть. И для меня, например, это имеет вот такое значение, да, ну, допустим, я не могу этим воспользоваться. Ну, воспользоваться, я имею в виду, для себя. Я не могу этим воспользоваться. Соответственно, вам это не подходит. Ну, больше. И получается, что у вас это добрали, ну, или вы сами у себя это добрали, не вас. В данном случае это не столь важно. А нового-то ничего не надо. То есть в этом и заключается тонкость основная. то, когда человек сам что-то делает, когда человек сам работает, он только забирает у себя, он себя только лишает, он говорит, что вот этого, например, у меня быть не должно. Может быть, но он ничего не даёт. А психолог даёт, и поэтому ваше стало хуже. Дальше идём. Идём. Так, значит, я... Пишите вы... Ох, как... Так, я поняла, что я человек неуверенный в себе, нуждающийся в любви и внимании из меня. Хорошо. Всё. А если вы не уверены в себе, то в чём вы не уверены в себе? Это раз. То есть в чём вы сомневаетесь в себе? Далее. Нужда в любви и внимание извне. Внимание извне подразделяется на две категории. Первая — социальная любовь, социальное внимание. Вторая — это мужское. Мужское внимание, мужское любовь. А мужское внимание, мужское любовь — это естественная потребность для женщины, и это требует определённого обеспечения, такого, как, например, проработка женского поведения и образа женского поведения, образа женщины, к которому вы стремитесь. Что касается любви и внимания социального, то здесь, опять же, можно привести пример пирамиды. Ну, пирамиду Маслоу, ну, это так, для гратисти. Которая ясно говорит, что до любви требуется удовлетворить ряд потребностей. В частности, безопасности, о которой я говорил, и, в частности, значимости, о которой я очень говорил. Только тогда можно будет реализовать потребности в любви. Далее. То, что у вас не было отца — это вообще мало относится к социальному характеру любви и внимания. Да, отчасти это относится к мужскому аспекту любви и внимания, но ни в коем случае не относится к социальному моменту. И то, что у вас не было отца — но, опять же, это ваш вывод. Почему вы такой вывод сделали? Вообще, в некоторой степени это вывод психоаналитик. Ну, должен быть. Вот. Далее вы пишите, я плохо сплю, меня ничто не радует. То есть, у вас как-то резко поменялось настроение, у вас резко поменялось поведение или что, или как. То есть, почему такой резкий переход имеет место быть? Вы говорите, что я плохо сплю, меня ничто не радует и так далее. То есть, ну, это же как-то началось. Сейчас вы говорите о симптоме, о следствии, но не говорите о причинах этого. Муж все знает, он бросил меня и сказал, что принимает меня такой, какая я есть. Во-первых, во-вторых, так. Что знает муж? Во-вторых, какой именно он вас принимает? Потому что вы, как минимум, ну, как минимум два раза, как бы, ну, перешили две такие, скажем, ну, трансформации. Вот. Два раза вы пережили трансформации. И не очень понятно, какой именно он вас принимает. Потому что, по идее, по идее, сейчас перед ним два совершенно разных человека. А какой вы были тогда, когда он вас встретил, и такая, какая вы есть сейчас. И, как я уже сказал, не совсем понятно, что именно муж принимает вас, за что он бросил вас и что знает. Ну, бросил, хорошо. Простил, забыл, возможно. А дальше что? То есть, вывод-то, вывод-то из этого какой? Что он вас простил и, может быть, но не факт, забыл о том, что происходило и о том, что вы сделали. Вы говорите о том, что я начала искать кого-то на стороне. Именно от того, что мне не хватало его внимания никогда. Но если вам никогда не хватало его внимания, то зачем вы с ним были вместе? Или вы ожидали, ждали, что он поменяется, что он станет другим или как? То есть, что двигало вам в этой ситуации? Какие идеи, мысли, чувства? Дальше. Второй мужчина не дал мне его тоже. Ну, правильно, потому что внимание, если это внимание социальное, если это не мужское внимание, а это не мужское внимание, потому что мужское внимание, оно, как правило, связано, ну, немножечко. С другими вещами, то есть, если мы говорим именно про мужское внимание, это совсем необязательно доводить до, например, брака, до еще каких-то таких вот моментов, как у вас это произошло. То есть, здесь вот такой момент. Опять же зависит от того, готовы ли вы это принять или нет. Из вас видно, что была проделана работа какая-то над собой, но эта работа, она, на мой взгляд, сыграла с вами очень такую, знаете, злую шутку. Потому что вы много чего узнали, например, или точнее, может быть, даже подумали, что это подходит под вашу ситуацию, но что делать с этим, вы теперь не в курсе. Дальше. Значит, внимание по предназначимости достигается за счет построения своего поведения, в первую очередь. Это не получение чего-либо от мужчин. Это не стремление к тому, чтобы получить что-то именно от мужчин, от человека. Наоборот, отношения, они предполагают, что вы что-то даете отношения, они предполагают, что вы что-то предлагаете человеку, а не требуете от него. Либо вы это принимаете и стараетесь сделать так, чтобы в отношениях вы именно давали, а не стремились получить. Либо вы стараетесь сделать так, либо вы будете вечно пребывать в неврозе, ну, в невротическом состоянии, и в итоге ничего хорошего из этого не выйдет. Для вас. Для вас. По крайней мере. Дальше. Идем. Так, я окончательно запуталась по жизни сейчас. Почему? В чем? У меня нет работы, мне трудно ее искать, я не понимаю, чего хочу от отношений. Ну, видите ли, вы здесь мешаете в одну кучу и отношений, и, собственно, работу. Это, на мой взгляд, далеко не самый правильный вектор. Это работа – работа, а отношения – это отношения. И не стоит смешивать эти два разных аспекта человеческой жизни. То есть, если вам тяжело и трудно работать или искать работу, то это не связано с тем, что вы не понимаете, чего хотите от отношений. Но это связано с тем, для чего вы в отношениях скупаете и для чего вы ищете работу. То есть, такое впечатление создается, что для себя, именно для себя вы делаете очень мало. То есть, вы, вероятно, даже не совсем понимаете, что вам нужно чисто для себя. И все, что вы делаете – это сделано, возможно, именно для того только, чтобы получить, ну, вот, ту самую толику внимания, которое вам необходимо. Так, по крайней мере, это видится мне, исходя из вашего текста. Если это так, то нужно решать, что вообще вам, что для вас вообще сейчас первостепенно. И, как вы можете получить, что мешает получить. Вот, это куда более продуктивно, чем думать о том, чего вы хотите от отношений. Хотя от отношений не нужно ничего хотеть. Вы просто принимаете человека и стараетесь сделать его счастливым. То есть, от отношений хотеть чего-то, означает, по сути, вступать в отношения по расчету. Вопрос к вам. Вопрос к вам. Вы каких отношений для себя хотели бы? По расчету или эмоционально, духовно разве? Дальше. Дальше идем. Так. Я чувствую много неуверенности и жалости к самой себе. Про неуверенность я уже сказал. Жалость — это снятие ответственности с себя. Всё, о чём я читал, как будто проходит мимо меня. Но это связано с тем, что нельзя читать книги и себе помочь. Тогда бы не нужны были психологи. Вещи, которые я любил раньше делать, больше мне не интересны. Помогите разобраться, что делать. Принять себя такой яй, какой я есть, вроде приняла, но всё равно чувствую диска в горд и страх, тревогу. Потому что вроде бы это не так. Вы не приняли себя. Иначе бы вы не жалели и не чувствовали неуверенность. Неуверенность и жалость – это отсутствие любви к себе. Если вы приняли себя, вы бы не нуждались в любви и внимании от других людей. Поэтому ни о каком принятии в себя речи вообще не идёт. Абсолютно. Вещи, которые вам были интересны, вещи, которые вам были важны, они перестали быть важны, потому что вы с Криллем ходит быть мотив, для чего вы это делали. То есть вы это делали не для себя, а для другого. Поэтому вам это перестало быть интересно. Что делать? Разбираться со всем этим последовательно, потихоньку и не спеша. И в результате иметь изменения, которые вполне возможно приведут к тому, что вы разведёте со своим мужем. Ну, по крайней мере, так вполне может произойти вопрос в том, готовы ли вы к этому. И, собственно, может быть, можно привлечь к консультации, тоже можно, если у него есть желание, конечно. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!